МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайны коммерции на Великом Шелково. Очередное украшение Флоренции. Только построенный дворец Веккио, пока он называется новый. И спешащий в его прохладные залы гонфольер справедливости, председатель правительства республики. Первая половина XIV века. Франческо Бальдучи Пигалотти предстояло нелегкое дело. Ликвидация торгового дома Барди, который субсидировал многих европейских королей и благодаря которому сам гонфольер стал известным путешественником и писателем. Будучи торговым агентом этого дома, Пигалотти прошел по всему Шелковому пути. Конечно же, здесь преследовались сугубо коммерческие интересы. Это установление торговых связей. Связи установил и книгу написал с необычайно длинным названием о различных странах и мерах товаров и о других вещах, которые надлежит знать купцу в разных частях света. А именно о торговых обычаях, о денежных курсах, о том, как соответствуют товары одной страны товаром другой и сведения о том, чем один товар лучше другого и откуда он получается и как его следует хранить. Может ли путешественник брать с собой жену? Да, может. Так он даже будет лучше оценен, как человек хорошего нрава. Но при этом его женщина должна прекрасно говорить по-кипчакски, считает Пигалотти. И поэтому лучше брать жену из местных. Неоценимый сборник советов и информации по Великому Шелковому пути. Главный средневековый справочник – практика торговли Пигалотти и коммерческие тайны Великой степи. Были контакты у Золотой Орды с Центральной и Северной Европой. Больше всего поддерживали отношения с итальянскими торговыми государствами. Ценность той информации состоит в том, что здесь описаны какие-то отдельные детали жизни того времени. Если ты желаешь торговать и иметь хорошую прибыль, то выучи кипчакский язык. Глава первая. Бизнес-класс в Средневековье. Что должен иметь в себе истинный и честный купец? Быть честным и вести себя степенно. Предвидеть все он должен непременно. Франческо Пигалотти. Практика торговли. Почти четверть века железной рукой хан Узбек держал эти огромные территории. Крым, области Аланов и Черкесов, Русь, Волжский Булгар, Хорезм, земли Сырдарьи, Прииртышские степи. Расцвет Золотой Орды приходится именно на правление хана Узбека. При нем, собственно, можно сказать, что западная часть и восточная часть стали единым государством. То есть и территория нынешнего Поволжья, и нынешнего Казахстана уже подчинялись непосредственно центральным властям. Хан Узбек создал не просто эффективно работающую систему государственного управления, но и благоприятные условия для бизнеса в современной интерпретации событий. Средневековая коммерция зависела в первую очередь от маршрутов, а торговые пути Золотой Ордынской империи были, пожалуй, самыми безопасными во всей Евразии того времени. Так называемый третий период расцвета шелкового пути. Он шел мимо Талматы, проходил до Тараза, до Трара. Оттуда, например, из Трары он дальше шел с Игнак, Сауран, при Савдаринских городах, проходил на Хорезу, из Хорезу в Мангышвак, из Мангышвака сарайчик на Жайке, потом Хаджи Тархан, сарай. Итальянцы много путешествовали, точнее, не путешествовали, а ходили с торговыми караванами именно по этому пути. Любое незаконное посягательство на жизнь и имущество купца каралось смертью. Средневековый бизнес-класс. Через каждые 30-50 километров – караван-сарае, где можно поменять четвероногий транспорт, помыться, поесть и даже воспользоваться разными финансовыми услугами. Не всегда возили с собой купцы деньги, мешками, кстати, золотые динары. Были векселя, были расписки, были банки. Привычное было в том, что купец, который заходил на Траре, в Атраре на территорию Ул-Саджучи, он один раз платил пошлину и больше не платил. Это было выгоднее. Потому что если он шел, например, по южному маршруту, то ему приходилось платить пошлину на каждом этапе. Самые дальновидные европейские купцы на ордынских территориях появились еще во второй половине XIII века. Основать здесь свои представительства хан Менгу Тимур позволил генуэстским и венецианским негациантам. Там были генуэстские колонии, известная самая Кафа была. Либо город Тана. Тана – это Назовское море, Тана – это была венецианская колония. И там венецианцы и генуэстцы брали этот товар и везли его дальше в Европу. И даже часть ярлыков в орде писались на итальянском языке. Для тех, кто владел нужной информацией, этот шелковый путь поистине был обшит золотой каймой. Огромный товарооборот, прибыль в сотни процентов. Типичный образ удачливого дельца. Предприимчивый итальянец, хорошо знакомый с коммерческими традициями и техникой торговли. Впервые имя Пигалотти возникает в 1310 году в платежных документах торгового дома Барди. Необделенный талантом коммерческий агент быстро поднялся по карьерной лестнице. Спустя пару лет Франческо отправился в свое первое путешествие. Антвертон, потом были Лондон, Кипр. Когда именно флорентиец прибыл на Золотордынские территории, неизвестно. 25 дней ехал флорентийский скиталец на Валах от Таны до Джутархана, Астрахани. Из Астрахани в сарай он плыл по реке, а затем, возвратившись в Каспий, 8 дней шел водою до яицкого устья. Входил в яик и поднимался по нему до сараканка, сарайчика. Сергей Марков. Земной круг. Это такой же ордынский город, это такой же восточный город. Он меньше размером. У него была иная функция. Он стоял на реке, он защищал судоходство с торговлей по Уралу, во-первых. И, во-вторых, это один из пунктов был северного участка Великого Шелкового пути. Пункт, где путешественники меняли парусники на корабли пустыни. Арба с верблюдами уже наготове, но Пегалоте не спешит покидать город. Караван-сарай как раз были построены с учетом, в зависимости от религиозного характера этих караванчиков. Приезжали не только из арабских стран, были и индийские торговцы, были и торговцы из Италии, из европейских стран. Поэтому учитывалась вера. Отдельные помещения как раз были выделены для этого, для совершения обрядов. Все дороги к нему ведут центр деловой жизни города – базар. Золотартынские города были шумными и достаточно свободными. Здесь можно было пообщаться прямо на улице, без всяких так особых церемоний. Особенно, если это был базар. Общались и новости узнавали на базаре, также новости узнавали в общественных банях. И, конечно, там, где брали воду. Зловоохотливые продавцы с удовольствием делятся с Пегалотти рыночными секретами. Ковры туркистанские так же хороши, как и персидские. Флорентийское сукно ценится высоко. И какой нынче курс медных пулов? Так назывались золотордынские разменные монеты. В сарайчике били монету. В крупных городах – сарай Бату, сарай Берке. Называется бить монету? Да. А почему? А потому что ее чеканят молотком со штампом. Ко времени правления хана Узбека в Орде сложилась устойчивая денежная система. Монеты медные, серебряные, золотые чеканились более чем в 20 городах. Выпускались даже специализированные серии, например, астрологические. Утка. Шестиконечная звезда. Потом все 12-летние животного цикла. Все. Двуглавый орел, например, это символ созвездия близнецов. Собранные данные Пегалотти сортировал в дороге. Все по пунктам. И все максимально достоверно. Никаких мифических животных и народов. В стиле Марко Поло. Меры веса для каждого из товаров. Как эти меры соотносятся с итальянскими. Таможенные сборы. Какие деньги имеют хождение. И многое другое. У Золотой Орды свое понимание меры весов было. У генуэсов одно. У венецианцев другое. Глава третья. Советы путешественникам. В войлочные повозки, как и в современном купе поезда, можно было спать, обедать и заниматься делами. Сорок дней скрипели по пескам колеса Орбы. Пока Возница не остановил ее у паромной переправы через Яксарт. На противоположном берегу возвышались стены могущественного Атрары. Так путешественник переначал на свой лад название древнего города. Ракип Насыров. По древним торговым путям. Город к тому времени еще не вполне оправился после нападения войск Чингисхана. Исследователи склоняются, что в Атрар флорентийский купец прибыл весной. Теплую кибитку с верблюдами заменили ослы. На Атрарском базаре Пикалотти приобрел кипчакский дорожный плащ. Он не раз еще выручал его в поездки. Обязательно надо взять с собой стрепуху. Ну, по повариху из местных жителей. Неболтливую желательно. В общем, все было регламентировано в этих... И стоимость товаров, сколько стоит, допустим, там, ткани, там, вьючные животные. Вот какие деньги с собой надо было брать. Советы путешественникам от Франческо Пикалотти. Собрался идти в Китай, отрасти бороду и ни в коем случае не брейся. А еще возьми с собой двух слуг, которые умеют говорить по-кипчакски. Причем на переводчиках экономить нельзя. Потому как, цитата, плохой переводчик обойдется дороже. Эти строки он написал уже дома, во Флоренции. В путешествии на собственном опыте выяснил, уважение партнеров, оказывается, зависит от растительности на лице. С переводчиком тоже на себе проверено. Спустя пару месяцев мог и вполне сносно объясняться с местными. Они же любопытному иностранцу в помощи никогда не отказывали. В 13-14 веке, когда большую роль играли пути через Золотую Орду, нужно было европейцам знать куманский язык. Куманы, они же кипчаки или половцы, составляли основную массу золотоордынского населения. Их товары пользовались огромным спросом на мировых рынках. Кожи, зерно, соль и многое другое. На вот эти международные ярмарки, которые, в общем-то, были на пути, шелкового пути, происходил обмен, бартерный обмен. Со стороны Казахстана поставлялись скот, кони, скакуны, бараны и, конечно, войлок, художественный войлок. Иногда просто полотна войлочная, но чаще всего декорированный войлок. И, в общем-то, все эти вещи обменились на необходимые вещи для нашего быта. То есть из Китая получали шелк. Пигалотти составляет список, что может предложить Флоренция. Получается около 330 товаров. Сукно, лекарства, моло, деготь и прочее. Также путешественник пишет, что до конечного пункта, Китая, ехать не обязательно. Все, что может предложить Поднебесная, можно купить намного ближе, в том же отраре, сарайчике и кафе. Объемный труд. 383 страницы в печатном виде. Для своего времени стал бесценным. Практику торговли Пигалотти даже изучали в школах Флоренции. Однако этой итальянской республике так и не удалось потеснить венецианцев и генуэзцев на Великом Шелковом. Но немалое количество купцов из Флоренции сделали себе состояние благодаря Пигалотти. Его трактат актуален и сегодня для истории. Что касается отдельных деталей истории Шелкового пути, то они воссоздаются вот так вот по крупицам. Но Шелковый путь – это грандиозное явление всемирного значения на территории планеты. Рукопись Пигалотти сейчас так и хранится во Флоренции. Впервые ее опубликовали в 1766 году, а до этого читали просто в свитках. Сам автор нашумевшего трактата предположительно скончался в конце 40-х годов XIV века. Под чумой.